Оказывается, око Сахары и Атлантида выглядят одинаково. Когда астронавты увидели глаз Сахары сверху, они сначала заподозрили, что это кратер от падения метеорита. Но кольца структуры совпадают с планом Атлантиды. Что еще более важно, Сахара не всегда была пустыней. Из тропического региона она превратилась в пустыню около 11 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили свидетельство существования крупной реки Таман-Рассет, которая могла поддерживать существование сообщества. Эта река текла в сторону структуры Решат, что соответствует описанию Платона. Транссахарский морской путь проходил через Сахару 50-100 миллионов лет назад. Море якобы уничтожило Атлантиду около 11 тысяч 500 лет назад. Вероятно, из-за быстрого подъема уровня моря, вызванного окончанием ледникового периода. На снимках World View, сделанных НАСА, видны закономерности, согласующиеся с этой теорией. Эти концентрические кольца могут стать ключом к разгадке секретов эволюции нашей планеты на протяжении миллионов лет. Они образовались в результате эрозии упругих слоев горных пород, создавая жутковатый узор из хребтов и впадин. Центральный пик возвышается на 400 метров. Центральная часть претерпела значительные изменения, обнажив круглую структуру с приподнятой вершиной. В отличие от ударных кратеров, Глаз Сахары отличается поразительным балансом и симметрией. Одни говорят, что он образовался в результате поднятия горных пород под воздействием ветра и воды. Другие считают, что это древняя антиклиналь, выветрившаяся, чтобы показать свое концентрическое великолепие. Упоминается и теория Сленова-Диапира, согласно которой эту красоту создала плавучесть соли. Методы датировки доказали, что он образовался от 541 до 252 миллионов лет назад. Плюс-минус миллион или около того. Древние орудия разбросаны по внешним кольцам структуры вблизи русел рек. В тех же местах были обнаружены и более древние каменные орудия. И все же, несмотря на то, что было найдено несколько наконечников копий времен неолита, нет никаких признаков того, что в те времена здесь жили люди. По всей видимости, эта теория использовалась для кратковременных занятий, таких как охота и изготовление орудий труда. Есть и другие тайны, которые преследуют наш мир. Одна из таких загадок находится в Норвегии. Зловещий световой феномен Хиздален. Также известный как Долина огней. Ставит ученых в тупик. Ширина этой долины составляет 16 километров. Она довольно изолирована, но высоко на склоне холма стоит необычный голубой ящик, оснащенный камерами, сканирующими долину. Тревожные новости появились в 80-х годах прошлого века, когда в небе над Хиздаленом вспыхнули горящие огненные шары. Зрелище, от которого у всех, кто его наблюдал, по спине бежали мурашки. Это не было мимолетным явлением. Скорее, это стало обычным делом. Испуганные местные жители сообщали о встречах с этими необъяснимыми светящимися явлениями, некоторые из которых происходили рядом с их домами. Беспокойство распространялось, как лесной пожар. На пике активности каждую неделю происходило около 20 происшествий. Этот феномен попал в газеты, журналы и СМИ по всему миру. Вскоре в долину стали стекаться люди в надежде увидеть огни своими глазами. В 1984 году к делу подключились эксперты, вооруженные сложными приборами, магнитометрами, радиометрами и другими ометрами. То, с чем они столкнулись, поражало воображение. Огни не поддавались объяснению. Одни двигались неторопливо, другие мчались по небу со скоростью 30 тысяч километров в час. Люди пытались объяснить эти огни – самолеты, далекие отражения, шаровые молнии, спутники, планеты, метеоры. Но скорость и то, как двигались эти огни, исключали все эти теории. Мы медленно приближаемся к еще одному загадочному месту. Это крупнейшее подледное озеро среди 675 известных озер Антарктиды. В нем легко могут скрываться неизвестные формы жизни. Это озеро находится под восточно-антарктическим ледниковым щитом. Погрузитесь на 4 километра под лед. И вы увидите озеро Восток, расположенное на глубине 1200 метров ниже уровня моря. Длина этого озера составляет 250 километров, а ширина в самой широкой точке – 50 километров. Средняя глубина озера составляет 500 метров, и по объему оно занимает шестое место в мире. Озеро похоже на подводный город с высокими колоннами и глубокими бассейнами. Оно было обнаружено в 1993 году. Однако оно ждало своего часа более 2000 лет, собирая древние секреты. В 2012 году ученые пробурили лед, создав самый длинный ледяной керн в истории. Они пробили лед до самой поверхности озера. В 2013 году произошел неожиданный поворот. Во время добычи ледяного керна спокойные воды прорвались, смешавшись с буровыми растворами. Затем в 2015 году ученые получили образец девственно чистой воды. Некоторые считают, что там могут существовать ранее неизвестные формы жизни, поскольку это ископаемый запас воды, который не трогали миллионы лет. Это может быть очень похоже на предполагаемые ледяные океаны на таких спутниках, как Европа и Энцелад. Все началось с того, что в XIX веке появилась теория о пресной воде, скрывающейся под антарктическими льдами. Затем в 1959 году сейсмические исследования намекнули на наличие подледного озера. А к 90-м годам спутниковые данные подтвердили существование озера Востока. Озеро Восток не одиноко. В 2005 году в центре озера был обнаружен остров. Затем к нему присоединились еще два озера поменьше. Они подозревают, что эти озера может связывать тайная сеть подледниковых рек. Очень далеко от Антарктиды, Венесуэли, молнии Кататумба представляют собой зловещее световое шоу в месте слияния реки Кататумба и озера Маракайба. Это тревожное явление происходит примерно 140-160 ночей в году, продолжаясь по 10 часов в день. И может вспыхнуть до 280 раз за час. Частота появления молний меняется в зависимости от времени года и из года в год. В 2010 году явление прервалось с января по март, что вызвало некоторое беспокойство, что оно может исчезнуть навсегда. С заходом солнца ветра с Востока начинают набирать скорость. Этот сильный ветер называется ночными низкими воздушными потоками, подобные которым можно наблюдать на великих равнинах Северной Америки. Эти ветра приносят влагу в основном из Карибского бассейна и самого озера. Влажный воздух ударяется о высокие горные хребты, вызывая грозы над горами. Благодаря продолжающемуся ветру с наступлением ночи появляется еще больше гроз. Эта картина повторяется. Именно поэтому в этом районе наблюдается самый высокий годовой уровень молний во всем мире. Вы когда-нибудь слышали о Стриде? Это участок реки Уорф в Йоркшире. Она в этом месте настолько узкая, что через нее можно перепрыгнуть. Но пусть вас не обманывает размер. Это одно из самых опасных мест в округе. Один шаг в воду может привести к ужасным последствиям. Река Уорф имеет сильное течение, а поскольку Стрид такой узкий, в этом месте оно еще сильнее. Интенсивный поток воды размыл известняк вокруг Стриде, в результате чего образовались пустоты, гораздо более глубокие, чем остальное русло реки. Течение также ослабило берега Стриде снизу. Так что земля, на которой вы стоите, любуясь стремительным потоком, скорее всего лишь хрупкий выступ, нависающий над коварными водами. Нет ни одной записи о том, чтобы кто-то оказался в воде Стриде и смог выбраться. И самое страшное, многие даже не догадываются, что этот невинный на вид ручей представляет такую опасность. Мой вам совет, выбирайте для своих водных приключений более безопасные водоемы. Если вы собираетесь отдохнуть в Калифорнии, то озеро Подкова – это то, что вам нужно. Здесь есть все – песчаные пляжи, пешеходные тропы и места для пикников. Но подождите, здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. У этого озера есть темная сторона, а именно около 40 гектаров мертвых деревьев, которые его окружают. И не только деревья стали жертвами озера. Землетрясения, произошедшие в 1989 и 1990 годах, высвободили углекислый газ из-под раскаленной магмы. Газ просочился в воздух, нанеся ущерб всему живому вокруг водоема. Сейчас озеро Подкова так же опасно, как и 30 лет назад. Особо пугающим его делает то, что уровень содержания токсичного газа меняется случайным образом. Предупреждающие знаки, которые развешаны повсюду, безусловно, могут придать веселому походу в лес дух фильма ужасов. На гавайском острове Кауаи есть группа потрясающих водопадов, которые когда-то привлекали множество туристов. Водопады Кипу, как их называют, были излюбленным местом для купания и ныряния. Чтобы добраться до них, нужно было долго идти по грунтовой тропинке, пока, наконец, не открывался захватывающий вид на 7-метровый водопад, низвергающийся в кристально чистый бассейн внизу. Но с 2011 года эта территория закрыта для посещения. Почему, спросите вы? На водопаде Кипу произошло много несчастных случаев. То, что кто-то мог неудачно соскользнуть с 7-метровой высоты, это понятно. Но помимо этого были и гораздо более загадочные случаи. Очевидцы рассказывают истории о людях, мирно наслаждавшихся бассейном у подножия водопада, которых внезапно утягивало подповерхность. Найти объяснение этим происшествиям так и не удалось. Местные жители считают, что во всем виноват водный дух Моо, который не любят, когда его беспокоят шумные туристы. Существует также теория о мощном водовороте на дне бассейна. В любом случае, издатели-путеводители больше не упоминают водопад Кипу, а за посещение запретной зоны грозит наказание. Самоэская дыра в Сиамском заливе – идеальное место для любителей острых ощущений. И оно действительно опасно. При глубине 85 метров это самое глубокое место для дайвинга в регионе. Но глубина не единственная причина, по которой дыру следует избегать. Она находится в активной судоходной зоне для гигантских нефтяных танкеров. Сильные течения вокруг дыры делают погружение еще более опасным. А если этого недостаточно, то в Самоэской дыре обитают смертельно опасные барракуды, которые могут напасть на ничего не подозревающих дайверов. Вода настолько мутная, что видимость почти нулевая, и агрессивные морские обитатели подкрадываются незаметно. В общем, Самоэская дыра – это захватывающее, но чрезвычайно опасное место, которое стоит исследовать только опытным дайверам с остальными нервами. Позвольте рассказать вам о Нью-Смирно-Бич, мировой столице нападений акул. Если вы ищете место для спокойного отдыха в округе Валуша, штат Флорида, этот пляж может показаться идеальным. Но воды вокруг Нью-Смирно-Бич изобилуют рыбы, что привлекает множество акул. В этом районе было зафиксировано так много нападений акул, что он получил звание мировой столицы по акульим укусам. Ученые предупреждают, что если вы решите там искупаться, то обязательно окажетесь в непосредственной близости к хотя бы одной огромной хищной рыбе. Речь идет о расстоянии в 3 метра, и во многих случаях вы даже не заметите этого соседства. Что хуже всего, в эти воды заплывает тупорылая акула, представительница одного из самых опасных и агрессивных видов. И мы снова на Кауаи. Пляж под названием Ханкапиай может показаться раем на земле, но не обманывайтесь. Чтобы попасть туда, вам придется пройти по очень крутой скалистой тропе длиной 3 километра. На этом отдаленном пляже нет спасателей, поэтому если вы решите окунуться в воду, то будете предоставлены сами себе. Самую большую угрозу вашей безопасности представляют невероятно сильные приливные течения. Они присутствуют почти всегда, потому что здесь нет рифов, защищающих берег. И если кто-то попадет в такое течение, его уносят на многие километры. Ближайший безопасный пляж находится в 10 километрах. Поверьте, у этого пляжа не лучшая история в плане безопасности, поэтому рекомендую вам держаться подальше от воды, если окажетесь на этом пляже. Представьте себе город-призрак. Покрытые граффити, заброшенные здания, ржавеющие останки автомобилей, трещины на дорогах. А теперь добавьте к этому густой черный дым, который идет из-под земли. А сама земля горячая на ощупь. Вы въезжаете в город Сентрелия, в штате Пенсильвания. В XIX веке, вплоть до 60-х годов XX века, Сентрелия была оживленным местом. Ее угольные шахты привлекали множество людей, которые здесь работали и жили. Но в 1962 году в одной из этих шахт случайно возник пожар, который начал распространяться под землей. Уголь – медленно горящее топливо, поэтому горожане продолжали спокойно жить еще почти два десятилетия, пока огонь не начал подтачивать город. Один из самых пугающих случаев произошел, когда на заднем дворе дома в Сентрелии из ниоткуда появилась гигантская воронка. К счастью, никто не пострадал, но после этого люди начали покидать поселок. Последующие 30 лет уехали почти все, хотя кое-кто остался. По состоянию на 2020 год там все еще жили пять человек. Но в остальном Сентрелия – это, безусловно, город-призрак. И главное здесь – незаброшенные здания и разбитые дороги. Самое тревожное в этом месте – дым, который сочится сквозь трещины в земле. Пожары внизу все еще бушуют, нагревая поверхность и медленно разрушая остатки города. Это место послужило прообразом знаменитого вымышленного города Silent Hill. По оценкам специалистов, пожар продлится еще 250 лет. В итоге весь район превратится в выжженную пустошь. Если вы боитесь насекомых, это место, вероятно, станет вашим худшим кошмаром. Пещеры Гомантонг в Малайзии были бы одним из самых живописных мест в мире, если бы не их обитатели. Во-первых, это летучие мыши. Более двух миллионов этих животных поселились на просторах пещер. Их легко напугать, но вы не захотите этого делать. Миллионы летучих мышей, мечущихся в панике, не стоит воспринимать легкомысленно. Во-вторых, там есть тараканы. И если количество летучих мышей более или менее определено, то тараканов, кишащих на полу и на стенах пещер, не счесть. Их так много, что при каждом шаге они будут десятками ползать по вашим ногам. И, наконец, если вам удастся не закричать из-за тараканов и не разбудить полчища летучих мышей, следующим испытанием станет встреча с другими замечательными обитателями пещер. Это змеи, скорпионы и гигантские ядовитые многоножки. Очаровательно. Тем не менее, пещеры открыты для публики. И многие люди посещают это место. Прямо посреди пустыни Каракомы в Средней Азии есть огромная дыра в земле, которая горит. Вечно. Она называется газовый кратер Дарваза. И это самая настоящая яма, широкая и глубокая, которая горит уже более полувека. Местные жители называют ее воротами в подземный мир, и вид у нее действительно пугающий. Погасить пламя невозможно, и ученые считают, что кратер будет гореть еще много веков. Яма появилась в 1971 году, когда инженеры разведывали местность, и, как тогда казалось, нашли месторождение нефти. Однако это было месторождение природного газа. И когда начала работать буровая установка, земля обвалилась. Инженеры боялись, что ядовитый газ поставят под угрозу ближайшие города, поэтому решили поджечь месторождение и дать ему выгореть за несколько недель. Но, как мы видим, пожар продолжается до сих пор. Кратер стал популярным туристическим объектом, но, несмотря на это, он все еще представляет опасность. Поэтому предпринимаются усилия, чтобы потушить врата преисподней. Представьте себе, что рядом с вашей ногой находится безумно ядовитая змея. Достаточно жутко, да? А теперь умножьте этот опыт на несколько тысяч. Куда бы вы ни пытались бежать, повсюду вас встречают такие же змеи. Вы на Змейном острове, и название отражает его суть. Остров находится недалеко от побережья Бразилии, и на нем живут тысячи островных батропсов. Около 11 тысяч лет назад уровень моря поднялся и отделил остров от материка, и множество змей оказались в ловушке. Их материковые братья и сестры тоже ядовиты, но не настолько. Чтобы выжить, островным батропсам пришлось эволюционировать, и они это сделали. Поскольку наземных животных, на которых могли бы охотиться змеи, там мало, они приспособились охотиться на птиц. В этом случае яд должен быть мгновенным. Островные батропсы научились производить яд, который в пять раз сильнее обычного. Они быстро расплодились, и теперь на каждый квадратный метр приходится от одной до пяти змей. Остров считается настолько опасным, что Бразилия запретила его посещать, как будто многие захотят туда поехать. Заблудившись ночью в лесу, вы внезапно натыкаетесь на человеческую фигуру. Вы трогаете незнакомца за плечо, чтобы спросить дорогу, но оно твердое, как камень, и покрыто мхом. Вы смотрите в лицо человека, и ваш рот открывается от ужаса. Это что угодно, только не человек. Мой совет – не бродить ночью по лесам на юго-востоке Финляндии, если вы не хотите получить шокирующий опыт. Потому что есть риск забрести в сад, где известный финский скульптор расставил свои жуткие произведения. Главная экспозиция состоит из двухсот человеческих фигур в различных позах йоги. Но гуляя по саду, вы можете наткнуться на более зловещие работы. Например, фигуру в плаще с вытянутыми вперед руками и глубокими черными провалами вместо глаз. Жути добавляют. Настоящие человеческие зубы во рту некоторых статуй. Сад появился, потому что скульптор был затворником и не хотел покидать свой дом. А когда его просили предоставить некоторые из скульптур музеям, он отвечал, что сначала спросят у них самих, хотят ли они уехать. Похоже, скульптуры предпочли остаться в саду.